Всем привет, ульки мои, красотульки! Сегодня мы будем красить с вами корни. После того, как я покрасила на 3% в прошлый раз, красивый цвет я еще сделала по всей длине, на девяточке. Видите, как подсмылись уже волосы, как знаете, да, пепельные, все серенькое, только смывается быстро. В принципе, не сильно бросаются корни в глаза, особенно когда голову помоешь. То вообще все сравнивается. Но я продолжаю экспериментировать. И недавно, кто смотрел мои видео Фаберлик, я заказала новую красочку. Это у них там салонный такой уровень, хорошая краска, мама мне ее рекомендовала. Перламутровый блонд номер 9.01. То есть тоже 9 уровень и 0.1, я так понимаю, что это немного пепла, да, вот перламутровый блонд. Посмотрим, что это будет. Здесь у нас в красочке все уже есть. Единственное, что... Ой, даже перчатки классные. Единственное, что оксид здесь на 6%. А я хочу покрасить оксидом на 3%. Поэтому я отсюда убираю оксид. И беру оксид 3% капус. И смешаю краску с оксидом 3%. А этот 6% оставлю. Возможно, он куда-нибудь еще пойдет. Здесь надо понять только, сколько мылолитров. Еще здесь у нас классная, кстати, восстанавливающий хлюид после окрашивания. Волосы будут шелк, я уверена. И перчатки есть. Так, может, я их и использую. А эти уберу. Все, сейчас быстренько намешаем и пройдемся. У меня час вообще времени быстро привести себя в порядок. Собираемся сегодня пойти гулять. Я уже договорилась там. Все наготовлю. У меня ровно час. Покрасить, снять вам и помыть голову. Так, сейчас покажу до, после. И потом сравним. Я сейчас не буду красить по всей длине. Я реально покрашу только корни. Посмотрим, что это будет. Мы уже увидим через 30 минут. 30 минут удержать. Мы увидим через 30 минут, как оно сильно в холод идет. Или что? Если сильно в холод, то я поэмульгирую по длине. Если не будет сильного холода, то я эмульгировать не буду. Просто оставлю корни. Вообще, я хочу найти красочку, которая... Чтоб без эмульгации. Чуть-чуть затемняла корни, да, чтобы сравнивалось все. Чтоб, короче, отрастали корни и не было видно. И в целом я была как бы блондинка с таким каким-то градиентом. Не знаю, что-то такое хочется. Вот. Значит, сейчас вот у нас... Все. Поехали краску разводить. Краска, я смотрю, жидкая, прям такая, знаете. По сравнению с теми, когда я беру такие краски, вот Лонда или Эстель, она прям очень жидкая. Смотрите. И тем самым легко перемешивается с оксидом. Как-то коричневый цвет. Может, мне не то что-то положили. Сейчас буду какой-нибудь коричневой. Гляньте. Она коричневая. Мне страшно. Прямо жёлтенькая, гляньте. У меня же пепел должен быть. Всё, перемешалась уже. Представляете, насколько жидкая краска? Непривычно. С каменокислотами шёлка, шёлковое окрашивание. Цвет 901 на краске, да. Ладно, поехали. Если честно, есть немного страх, когда начинаешь пользоваться новой краской. Не знаешь, какой там будет оттенок. Не знаешь, как что. Поэтому есть у меня некий страшок. Но мама красится у меня фаберлик постоянно. И она довольна. Вчера, кстати, свекровь покрасилась. 8-1, но для неё был он более пепельный. Надо без единички, я думаю, брать ей. В общем, поехали. Как мы начинаем? Вот так мы начинаем. Представляете, реально коричневые корни сейчас у меня станут. Ну, значит, судьба такая. Это что, что ты в глаз лезешь. Я спешу. Я же вам сказала, что у меня час. Короче, накрашу, вернусь. Ещё батарейка садится. Ну что, мои хорошие, накрасила я волосы. Пока что не вижу никакого пепла. Краску всю выпаливала. Здесь, кстати, 50 у нас миллилитров краски и 50 оксида. Получается 100. А в Estelle, я думала, раньше самая минимальная. По 60-120 получалось. Я смотрю, у меня всё прям вымазалось. Прямо вот впритык на корни. Вот. То есть здесь чуть-чуть красочки поменьше получается. Ну и вот она такого же цвета и осталась. То есть она не посерела, ничего с ней не стало. Нанесла очень быстро и легко, потому что она более жидкая. Более быстро как-то так накладывается, впитывается. И вроде бы всё-всё-всё там не нужно было её сильно распределять, потому что она жидковатая. Вот. Ну, короче, подождём, посмотрим, пока подзаряжу. 30 минут подожду. Инструкция здесь маленькая, короткая. Сейчас вообще посмотрю точно, сколько держать. Это я так, на своё. Ну да, 30 минут написано. Ну, 30 минут подержим. Посмотрим. Так, ну что, прошло у нас 30 минут. Посмотрите. По оттенку, в принципе, нет никакого пепла. Я не вижу вот прям. Я вижу натуральный блонд такой, знаете, прям хороший. И мне кажется, что не нужно даже вот эмульгировать по всей длине. Так что я пошла смывать и скорее посмотрим, что же там получилось. Возьму с собой вот этот бальзамчик, обязательно скажу, как он. Но он, мне кажется, классный, потому что в красках всегда что-то классное кладут, что волосы потом шёлк. Ещё, кстати, я хотела поделиться, что запах у краски классный. То есть не было никакого аммиака вот так вот, который в нос прям, да. И вот 50 минут, смотрите, видите, как цвет покоричневел. То есть нет никакого холода. Покоричневел. Посмотрим, что за перламут будет. Помыла. Посмотрите. Вот так пока мокрые, просто вообще идеально. Идеальное затемнение, идеальный градиент. Я вообще не знаю, зачем в салу ходить. Смотрите, как я дома делаю всё это очень круто. Ну не знаю, мне кажется, прям идеально цвет в цвет. Не будет холодить, ничего не будет не желтить. Надо скорее посушить и посмотреть, что. Я проэмульгировала по длине, но ровно на 1 минуту, может, 40 секунд там, да. Просто, знаете, вот так вот. Пока настраивала воду. Пока настраивала воду, вот я подержала. Всё, воду настроила, начала смывать. И вот этот вот бальзамчик я тоже как бальзам чисто намылила и смыла. Потому что я спешу. Вот. Поэтому сейчас посмотрим вместе результат. Пока расчёсываю, изделию сейчас попшикала чуть-чуть. Ну, так, для лучшего расчёсывания. Но сами по себе волосы шикарные. Потому что бальзам классный, краска классная. Я даже мыла, когда под шампунькой. Просто, ну, прям приятно, знаете. Как будто я бальзамом, а не шампунем нанесла. И посмотрите, как оно идеально всё просто расчёсывается на мокрые волосы. Не всегда такое получается. Я рада. Да всё, я вижу на мокрах прям просто идеально. Видите? Посмотрите. Насколько идеальный переход. На 3% крашу волосы вообще не портятся. Шикардосик какой. Счастье есть. Боже мой. Как долго сушатся волосы, когда ты спешишь. И надо, чтобы они высохли быстро. Короче, смотрите. Идеально. Вообще сушится идеально, кстати. В плане не быстроты. А в плане вот реально лёгкости. Как расчёсывание. Я думаю, это всё сыграло. И сама краска, и этот бальзамчик, который после. И посмотрите, реально, как корень идеально встал. Да? Просто идеально. И ничего лишнего. Чего я мучилась вот это вот. Красила себе тогда лондой. И у меня просто, просто были холодные корни. Мне приходилось 2 дня, ой, 2 помывки ждать, когда всё закончится. Смотрите, как красиво сейчас вообще. И я вообще в восторге. У меня ожидание. Боже, красное лицо, потому что я спешила. И жиро. Ожидания вообще превысили все мои. Реальность превысила мои ожидания. Я не ожидала, что будет так классно. Я ещё возьму себе краски. У меня ещё одна есть. И ещё возьму себе про запас. И буду вот красить. Уже отдельное видео снимать не буду, потому что есть, да? Ну, короче, я довольна. Посмотрите. Я не стала кончики там сильно вытягивать, выпрямлять. И мне кажется, волосы даже блестят лучше, чем обычно, когда я делаю. Вот. Сзади. Тоже, надеюсь, всё прокрасила. Я старалась всё прокрасить везде. Ну, в общем, хвостик, если поднимаешь. По-моему, идеально вообще. Идеальный цвет. Идеальная покраска. Я побежала. Пишите в комментариях, как вам. Я реально очень довольна. Всем рекомендую вот этот вот салонное... Салон даже называется. Салонки. Как салонь. Короче, я довольна. Такая быстрая покраска за час. Всё, побежала. Люблю вас. Целую. Пишите комментарии, ставьте лайки. И я с вами пришлюсь за следующее видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok